Балет «Спартак» К счастью, в Театре Астана опера эти составляющие успеха присутствуют, что и позволило оживить на сцене яркие страницы античной истории, созданные хореографическим гением Юрия Григоровича. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хачатурян такого потерпеть не мог и сократить партитуру не разрешал. Разразился скандал между балетмейстером и композитором. Но на балетной сцене главным является хореограф, и Якобсон подогнал партитуру Хачатуряна под собственное видение. Спартак Якобсона нарушал все привычные традиции. Впервые в истории отечественного балетного театра он построил целый балет на основе свободной пластики, одев исполнителей в туники и сандалии. Сам балетмейстер определил свой балет как сцены из римской жизни. Успех спектакля был грандиозным. Но несмотря на это, балет недолго продержался в репертуаре театра. Якобсон был обвинен в космополитизме и отходу от методов соцреализма и изгнанность театра. В 2009 году в Мариинском театре была бережно воссоздана хореография Якобсона, и удивительно, как свежо и современно он и сегодня звучит. Однако страстная и одновременно мелодичная музыка и брутальная тема Спартака не могли не привлечь к этому балету взгляды других постановщиков. И в 1968 году в Большом театре состоялась новая постановка балета «Спартак», сделанная Юрием Григоровичем. Григорович полностью ушел от эстетики Леонида Якобсона, повернув хореографию в академическую сторону, но придав спектаклю психологизм и трагическую напряженность. Звездный состав исполнителей Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Нина Тимофеева и Мария Сливепа воплотили образы, ставшие хрестоматийными в балетной практике. Балет «Спартак» идет на разных сценах в разных редакциях. Но когда встал вопрос о постановке легендарного балета Хачатурьяна на сцене театра «Астана-опера», не было сомнений, что это будет постановка одного из величайших хореографов современности Юрия Григоровича. Главный вопрос, который волновал балетмейстера – есть ли в труппе танцовщик достойно воплотить образ античного героя? Он всегда говорил, а есть «Спартак» или нет. Пока Бахтияр не пришел, это он пришел два года назад. И когда он пришел, я вот отправил видео с ним. И Юрий Николаевич посмотрел, сказал, все, я ставлю «Спартак», есть. Я всегда мечтал об этом – танцевать балет «Спартака». В 2010 году, когда только интернет, тогда уже YouTube, это все распространялось очень хорошо. И мы тогда очень много смотрели разных видео, балетов. И тогда я увидел вот старые записи Владимира Васильева, Марии Слепа. С тех пор я как-то начал искать разные варианты. И дошел до современного исполнителя Ивана Васильева. Для мужской партии это один из самых сложных. Потому что самое сложное начинается с первого акта, с первого твоего выхода. Вот этот монолог физически очень сложный. Потом идет восстание казармы. Образ при этом держать, это все сбивает дыхание. И поэтому в конце стоишь, даже у меня после примера было, что мне легкие схватили и как будто вниз их тянут. А ты стоишь просто в позе, открываешь и не можешь дышать. Но при этом тебе надо стоять, пока улица закрывается. Каждый акт «Спартака» как будто отдельный балет. Получается, как три спектакля подряд нас вышли. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Во всех балетах большая часть нагрузки всегда идет в женской половине. А вот в этом спектакле вся нагрузка, все три акта танцуют мужской состав балета. Каждый старается выразить свою роль, которую они несут там. Легионер или «Спартаковец». И они с удовольствием это танцуют. Спектакль очень хороший получился. И зритель дает свою оценку. Вторая крупная мужская партия в балете – партия римского патриция и военно-начальника Краса, олицетворяющего блеск и мощь Римской империи. Блестяще вылепленный хореографом образ Крас требует от танцовщика не только виртуозной техники и выносливости, но и тонкой актерской игры. В Театре «Астана-Опера» с этой партией блестяще справляется, несмотря на свое романтическое амплуа, ведущий солист балета Таир Гатауа. Когда первый раз мне сообщили, что буду исполнять Краса, я был немного удивлен, потому что это все-таки не мое амплуа. А затем задумался над этим – а что, если попробовать перевоплотиться из «Принца» в антигероя? Смогу ли я сам, как артист, как ведущий нашего театра, справиться с этой ролью? Ну, я думаю, роль получилась такой красочной, яркой. Ну, еще есть над чем много работать. Балет Григоровича очень динамичный и технически сложный, насыщенный большими прыжками и стремительными вращениями, практически не оставляет возможности артистам перевести дух. Едва заканчивается монолог героя, как тут же следует массовая сцена, в которой он тоже солирующий элемент. При этом психологическое развитие образа героя не прекращается ни на минуту. Он весь тут, на сцене. Не артист театра, а ремский полководец со всеми его страхами и амбициями. Именно Борги, он соединяется с Эгиной, где он позволяет ей взять жезл. Он разделяет с ней власть. Она физически очень сложна, так как после первой картины, где всякие большие прыжки, как раз практически не уходит со сцены. Есть там минуты три-четыре передохнуть, и он постоянно на сцене в образе. Вот самое сложное оставаться в образе вот этого коварного. Но в то же время и выполнять классические какие-то прыжки на технику, на виртуозность и на силу. Субтитры создавал DimaTorzok Не менее трудна эта сцена для исполнительницы партии куртизанки Игины. Ведь после сцены оргии у нее тут же следует труднейшая в техническом плане вариация, в которой грация и изящество сочетаются с почти акробатическими элементами и прыжками. В этих партиях у нас две исполнительницы – это Гауха Русина и Айгирин Бекетаева. Они совершенно разные по подаче, может быть, по исполнительному мастерству и по подаче. Это была моя первая отрицательная роль. До этого я танцевала очень такие спокойные партии, лирические, девушек, принцесс. И тут такое коварное обольстительство я, конечно же, себя никогда не считала. Но мне было очень интересно, потому что это большая работа предстояла именно в плане эмоциональном. Там нужно было себя перестроить, нужно было себя настроить, нужно было что-то найти в себе. Ведущая солистка театра «Астана-Опера» Коуха Русина – балерина с большим опытом и великолепной школой. Но главное ее достоинство – интеллектуальный подход каждой новой партии, отсутствие страха перед самыми смелыми экспериментами и бесконечное желание расширять свой творческий диапазон. Так и в работе над образом Едины она не ограничилась только просмотром старых спектаклей. Я больше старалась искать в книжках, то есть с книг, потому что, мне кажется, все-таки авторы произведения более четко определяют характер героини, характер героя. И вот плюс музыка что-то подсказывала и давала свои нотки. Она больше коварная, соблазнительница, холодная, с расчетом, что она жаждет власти. Потому что, по сути, кто Эгина – это куртизанка, наложница Краса, мечтающая быть у власти, мечтающая войти законно. И она все сделала для того, чтобы обольстить Краса, чтобы он сделал ее принцессой Римы. И она стала ею. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мои движения, моя вариация показывает, какая она, кто она и что она хочет. В первом акте она развлекается, она развлекает Краса, она его соблазняет. Но во втором акте она как бы показывает, что она хочет власти, и она хочет завладеть Красом, его душой, его мыслями. У Григоровича очень много рук красивых и гинок, где она показывает все свое тело, свою красоту, своего лица. И каждый раз я демонстрирую это на сцене. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Партия Гины очень техничная. У нас есть такая диагональ сложная, ее даже, вот я как посмотрела, ее в Большом театре, не все балерины ее делают, некоторые ее как бы, ну, облегчают. Но в нашем случае почему-то вот он настоял и сказал, что нет, вы должны сделать так. Не будет этой диагонали, не будет и Гины. Было, конечно, сложно первое время, но мы привыкли. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Антиподом и Гины является второй женский образ балетии. Преданной и нежной подруге Спартака Фригия. И в музыке Хачатуряна, и в хореографии Пригоровича этот образ стал эталоном женской преданности и нежности. И в то же время несгибаемой внутренней силы. Прима театра Мадина Баспаева своими внешними данными и внутреннеэмоциональной наполненностью удивительно похожа на первую эталонную исполнительницу партии Фригии. Приму Большого театра 70-80-х годов народную артистку СССР Екатерину Максимову. Многие даже зрители, многие поклонники тоже подходили и говорили, что вы очень сильно похожи на Максимову. Даже в «Щелкунчике», когда я танцевала Машу, вы чем-то похожи с ней. Не от того, что может быть там по данному или еще что-то, как-то внешне что-то. Потом, когда танцуете, они видят тоже как Максимова. Конечно, это очень приятно. Я тоже смотрела ее, и большинство, все движения, все то, что она танцевала со «Спартаком» в то время, мы некоторые движения нашими постановщиками взяли тоже оттуда. КОНЕЦ КОНЕЦ Я молодой, зеленый, пришел, и мне очень повезло, что я с ней танцевал. С ней вообще абсолютно никаких проблем не создается, с ней очень приятно работать. Когда ты начинаешь играть актерский, она отдает тебе это вдвойне, потом охота тебе еще это в троне вернуть, и как бы создается таким образом дуэт. В плотном графике столичного театра, где в сезон случается несколько культовых премьер, подготовка нового спектакля ведется в очень сжатые сроки. Особое волнение вызывает работа с мэтрами, одним из которых, несомненно, является Юрий Николаевич Григорович. Тем приятнее было видеть, чтобы литмейстер, о чьей требовательности ходят легенды, остался доволен работой казахстанских артистов. Физически нас гоняли очень страшно. Руслан Пронин, ассистент Юрий Николаевич, он нас очень сильно гонял. И поэтому физически мы были... Ну, конкретно я подошел подготовленным, так как мы брали практически каждый день и гоняли свои куски. Бывало даже подряд, бывало с кардобалетом, бывало весь балет гоняли, бывало опять отдельно в зале все это проходили. И поэтому в физическом плане я уже до спектакля был готов. Когда ты начинаешь на сцене танцевать, входить в роль, как бы начинаешь танцевать, немножко забываешь про усталость, немножко забываешь о том, что уже болят ноги, и что ты уже который раз все это проходишь. Потому что потом на сцене, во время спектакля, это очень помогает, очень хорошо помогает. Твои мышцы в тонусе, ты сам в тонусе, ты все это знаешь музыкально, все нюансы, все замечания, которые тебе сказали, ты как бы их помнишь. И да, это было сложно, но можно. Безусловно, он мне помогал, помогал мне найти себя в третьем акте, в сцене разложения, где я вместе со своими куртизанками-наложницами мы соблазняем спартаковцев, которые предали, да, спартака. Вот это было сложно, но спасибо Юрию Николаевичу за его ценные советы, за то, как он подсказывал, помогал найти себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня лично сложное самое – это акт, когда Крас повержен, оскорблен, унижен. В третьем акте вначале у него есть с Игиной как бы маленький дуэтик, где он рассказывает о своем сожалении, о том, что он еще тогда не убил Спартака. И показать через этот дуэт надо было состояние Красы. Играет музыка. Он в основном обращал внимание на музыкальные акценты, как и во всех спектаклях его. У него такая сильная энергетика, он даже когда тебя просит, ты не можешь это не сделать. В основном он, конечно, не придирался ко мне в техническом плане, в плане прыжков, каких-то движений. Он четко, ясно говорил, где мне надо постоять, где надо музыкальный больше сделать. И в основном работал над жестами. С таким человеком работать, знаете, получить его спектакли и танцевать в главной роли у Юрия Николаевича Григорьевича, тоже это, знаете, это просто счастье. В последние два репетиции, которые перед так называемой «примеры», он был спокоен и совершенно абсолютно был, как вот обычно мы, я его знаю, когда у него что-то не получается, очень трудно вообще с ним разговаривать. А эти два дня он просто был, ну, как бы сказать, летал, что ли, потому что он видел, что есть спектакль, есть Спартак, и вообще, и вот синтез всего получился такой прекрасный спектакль. Конечно, вот мы возили его в Италию, в Вену. Показать спектакль в знаменитом театре Ла Феничи в Италии, где восстание легендарного спартанца является частью реальной истории живущего там народа, для артистов театра «Астана-Опера» стало новым испытанием, из которого они в очередной раз с честью вышли победителем. Вообще, дух Италии, он нам очень помог. Там, конечно, другие ощущения, так как перед этим у нас была пресс-конференция, и мне сказали, как бы подстегнули, что ли, как бы сарказмом сказали, а мы видели, как танцуют Владимир Васильев и Марио Слепо, и мы будем сравнивать. И на пресс-конференции я им ответил, что сегодня, если не лучше будет, то точно хуже не будет. Когда спектакль закончился, народ весь стоял, обычно там такая практика существует. При выходе в служебном входе народ стоял, ждал, пока выйдут все артисты. Были благодарны нам, что приехал такой молодой балет, такая энергетика от нас, от всей труппы идет. И им очень понравилось. Не обошлось и без сказусов. Главные солисты так проникновенно танцевали свой дуэт, были так искренни в своих чувствах, что ввели тем самым некоторых зрителей в заблуждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нам тогда подошли взрослые люди и сказали, а вам по сколько лет? Вы случайно не женаты, не замужем? И мы такие удивлены. Нет, мы разного поколения артисты. У нее своя семья, у нее своя девушка. Многие зрители подходили к нам и говорили, мы просто в восторге от того, что у вас такой дуэт сложился. Просто мы старались. Это наша работа, это наша любимая работа, которую мы выкладываемся полностью эмоционально, физически. Поэтому я, конечно, хочу сказать, что мы постарались на все 100%. КОНЕЦ Это был мой самый первый спектакль, ведущий. Самый сложный спектакль, самый мой первый. До этого я никогда ведущей партии не танцевал. И для меня это было что-то новое, какое-то большое достижение в жизни. КОНЕЦ По мнению некоторых критиков, Спартак один из самых удачных балетов Юрия Григоровича. В нем удивительным образом сочетается лирика и героика, лаконичность формы и масштабность содержания. Но зритель может сделать свой собственный выбор. Ведь в репертуаре театра есть еще два шедевра хореографа. Балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». О них мы рассказывали в прошлых наших программах, и вы можете увидеть эти программы на сайте канала bmtv.fz. А я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире телеканала «Блин, жене, Мадимия».